Одни платят и пользуются, другие экономят и тоже пользуются. В разных частях города образовались мини-полигоны бытовых отходов. Так, несанкционированную свалку в Заречье организовали местные жители, которые отказываются скидываться на услуги по вывозу мусора. Мы настоятельно просим, чтобы нас обратили на эту мусорку внимание и поставили контейнера. Пускай обращают внимание как-то на тех, кто не платит. Почему должны мы страдать, которые платят? Ну почему мы должны страдать? И в таком гадюшнике жить? А вонь-то какая? Невозможно же. Вонь-то невозможная. Бросают по привычке. Обичане, проживающие на улице Крылова, устроили несанкционированную свалку под окнами соседей. Еще в начале лета сотрудники единой городской службы ТБО конфисковали за неуплату три мусорных контейнера. Как утверждают местные жители, теперь кучи бытовых отходов валяются прямо посреди дороги. Уличные собаки растаскивают мусор по всему району. Бейчане, которым надоело жить на помойке, неоднократно пытались решить эту проблему. Самостоятельно вывозили свалку, звонили в обслуживающую организацию, но все безрезультатно. Как нам пояснили службе ТБО, жителям предложили другой выход. Сейчас отходы вывозят всего один раз в неделю и то по графику. Однако такое расписание многих не устраивает, поэтому под окнами соседей продолжают расти зловонные кучи. Отметим, что это не единственный район, где сами бейчане устраивают несанкционированные свалки. Например, долгое время на улице Шевченко лежала гора бытовых отходов прямо неподалеку от мусорных контейнеров, при том, что рядом находится вуз, школа и детский сад. Но если на эту свалку обратили внимание и ликвидировали ее буквально через пару часов, то на Крылово пока все без изменений. Свалка растет уже на протяжении нескольких месяцев.